Привет! Ростат на этой неделе сообщил, что уровень жизни голубей в России превысил уровень жизни россиян. По всей стране люди выходят с хлебом на главной площади городов, чтобы покормить птиц в поддержку Хабаровска. Таким образом, голуби вошли по уровню питания в российский средний класс, который был обозначен Владимиром Путином. Но это, видимо, единственные протесты в мире, которые проходят в интересах хлебокомбинатов. Великая пекарская ложа дергает за свои ниточки. Уже известно, что и в следующую субботу акция кормления голубей пройдет в десятках российских городов. Например, в Архангельске, Мурманске, Новосибирске, ну и само собой на Дальнем Востоке. Хотя эксперты говорят, что кормить птиц хлебом вредно, и лучше выбирать для этого зерно или семечки. Потому что от хлеба птички могут погибнуть, и это будет самым неожиданным исходом российских протестов. Но и с нормальным кормом тоже нужно быть осторожными. В Хабаровске протестующие тоже в какой-то момент перешли на семки, но оказалось, что на них слетаются не только голуби, но и Михаил Дегтярев. А таких проблем, поверьте, вам не надо. Вообще, назначение Дегтярева губернатором очень забавное решение. Обычно ведь присылают охранника Путина в очечках, и он сидит у себя тихонько за рабочим столом до выборов и не отсвечивает. Но тут приехал Дегтярев, и к нему вдогонку пришлось отправлять аж целого Шнурова, то есть буквально расчехлять оружие, которое было заготовлено на выборы в Госдуму, чтобы хотя бы на его фоне Дегтярев показался серьезным и адекватным. Но у Дегтярева есть проблема. Он открывает рот и говорит, и это приводит к чудовищным последствиям. Какое из этих мнений будет главным, превалирующим? Мнение Путина, мнение Жириновского и мнение Хабаровчана. А мнения всех этих трех субъектов не отличаются ни по одному вопросу. Не отличаются. Поэтому единственный способ не уронить его рейтинг еще ниже, это брать у него интервью на языке жестов. Хотя, зная интеллектуальный уровень Дегтярева, жест там, скорее всего, будет один и тот же. Презервативы, суданские деньги и записи на арабском. Все, что нужно для госпереворота в Беларуси. На этой неделе белорусские силовики задержали больше 30 российских граждан. По их информации, это сотрудники так называемой частной военной компании «Вагнерс», с которой связан повар Путина Пригожин. «Вагнер» это такая структура, которая вместо российского государства ведет военные действия на территории других стран. Это мужики, которые, чтобы обеспечить своей семье доход не ниже российского голубя, едут в страны Африки и Ближнего Востока воевать непонятно с кем и за что. То, что эти люди действительно из «Вагнера», косвенно подтвердил Захар Прилепин, который узнал среди задержанных несколько своих знакомых по Донбассу. На задержанных россиян завели уголовное дело о подготовке теракта, а Мария Захарова в ответ сделала жесткое «ничего». И Путин тоже ничего. Захарова вообще про Беларусь в последний раз говорила неделю назад, когда обвиняла Евросоюз во вмешательстве в ее внутренние дела, а вчера у нее в Фейсбуке были только гортензии. Мы, конечно, знали, что Владимир Владимирович любит русских только, когда ему это выгодно, но тут как бы десятки человек по беспределу задерживают, а мы что-то ничего. Песков тоже такой «Вагнер, Вагнер» и что-то знакомое. Это же композитор вроде такой. А то, что Путин с ними фоткался, так это обычное дело. Стоит Путин, к нему мужики подходят и такие «давай сфоткаемся Путина», а он такой «ну давай». Так и получилось, а что за ЧВК такие, мы не знаем. С другой стороны, конечно, и я бы могла сказать, что и черт с ними с этими вагнеровцами, какое мне до них дело, но, как мы видим, с этой задачей прекрасно справляется и президент. Есть, конечно, вариант, что это договорняк. И один диктатор сдал в аренду русских другому, чтобы как-то решить свои проблемы с выборами, которые уже через неделю. Ну, потому что во влияние США на выборы в Беларуси уж точно никто не поверит, а Россия может и прокатит. Не зря же под это дело опять пустили слухи, что Беларуси конец и скоро она станет частью России. Впрочем, суданские деньги указывают, что это может быть и правда транзит в третью страну через Беларусь. Но, как было на самом деле, мы уже, скорее всего, не узнаем, потому что после выборов, вне зависимости от их итогов, Беларуси будет уже совсем не до задержанных россиян. Такая неделя, такие новости. С вами была Марина Мизинова. Подписывайтесь на наш канал, а также, пожалуйста, не забывайте нам ставить лайки под роликом. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока. Увидимся через неделю. Продолжение следует...